всем привет друзья мы собрались здесь на этой крыше барселонского дома кстати этот дом в котором я живу что мы хотим здесь сделать с вами ну конечно же дорогие зрители точнее я буду делать для вас вот я хочу уже давно нарисовать очередную картину на youtube каналов своих вот плюс так как вы видите по видосикам я рисую всякие картинки нафы там разные всякие иллюстрации будем соник рисовать и так далее все это будет так вот купил я большой такой толстый альбом формата а3 демо рисовали с вами вот эти вот всякие картиночки да вот и они соответственно расплываются от фломастеров потому что бумага в этом альбоме оказалось более подходящий наверное для скетчинга до фломастером когда рисуешь во первых он собирает такую как мусор ворсинки да во вторых причем таки даже поско дорогие фломастеры собирают ворс во вторых он настолько впитывает впитывается фломастер бумагу что вот даже промок как промокашка работает и соответственно фломастеры сильно растекаются что я хочу сделать так как альбом в принципе очень толстый и гелевыми ручками которые я тоже использую в рисовании очень сложно будет много нарисовать на таком альбоме альбом очень толстый очень много листов на листов я не знаю 25-30 и я хочу еще нарисовать вот такую картину большую и соответственно это заготовка для картины полотно у него нужно дать фон и я решил попробовать создать фон для рисования чтобы потом фломастеры не впитывались в альбомный лист чтобы не собирали вот этот ворс чтобы не растекались хочу попробовать сначала напылить фон краской для окрашивания интерьеров из баллончиков обычно она не знаю недорогая евриков 5 такой баллон стоит напылить соответственно бежевый такой фон цвет слоновой кости на фон картины на альбомный лист посмотрим что будет дальше это видео будет такое у нас коротенькое ознакомительное будем пробовать просто эксперименты дальше вы уже в следующем видео увидите насколько высох этот фон и мы будем на нем рисовать поэтому мы сейчас попробуем один альбом всего лишь один альбомный лист покрасить и соответственно покрасим плотно для картины что из этого получится потом конечно же вы увидите реально других видосик для того чтобы красить из баллончика краски его предварительно нужно спряхивать не менее 30 секунд внутри баллона находится шарик который перемешивает хорошенько краску чтоб не было особо чтобы она была равномерно раз размешана можно так сказать да и чтобы давление которое находится в баллончике выбрызгивала без капель без всяких близко чтобы равномерно распылялось все хорошо соответственно я уже предварительно конечно же поэтому особо трясти уже сильно не нужно но сейчас мы с вами попробуем просто напылить сначала на альбомный лист такими лайтовыми движениями сейчас сначала на лежачий альбом листе попробую хотя в принципе наверное сделаем вот так попробуем у меня нет перчаток поэтому я сделаю вылить издалека чуть-чуть я не хочу сильный фон делать но даже баллончика краской все равно собирает какой-то ворс ветер сильный такой распыляет весь ветер на меня конечно все нам этого будет вполне достаточно пусть сохнут альбом посмотрим что получится на рука моя уже вот такая стала крашеная потому что мне пришлось держать эту краску сейчас дома не знаю чем я буду отбываться но придется отмываться дальше соответственно мы повторим всю работу с картиной сначала нам конечно же нужно это полотно скрыть снять защитную пленочку сарить нам тоже нельзя поэтому мусор вы уберем пока в карман я могу конечно положить сейчас я уберу мусор и будем с вами заниматься такую же работу по натурению фона мы проделаем сейчас с вами и 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 против ветра, чтобы ветер на меня не дул, но к сожалению краска притягивает себя всю пыль и иногда брызгает. Неравномерно брызгает, было пару брызг капель, но я это быстро устраню с помощью специальной губки с наждачкой. Самое главное нам сейчас напылить хороший слой для фона. Я думаю нам это хорошо удалось сделать. Вот такой у нас получился фон. Надо красить не медленно и не быстро, но чтобы не было подтеков. Все, вот такой фон у нас получился. Очень даже ничего, очень даже прикольно. Теперь надо подождать пока высохнет. Какие-то волоски, которые прилипли, нам придется их немножечко сошкурить и можно будет уже рисовать. Все, друзья, как-то так. Продолжение ждите. Будет новое видео. Что будет? Будем уже снимать и покажем вам соответственно на наших каналах. А так пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, короче, вы знаете. Давайте. До скорых встреч.